Продолжаем выпуск. Северодвинску вернут бассейн. Он расположен на территории одной из школ города и вот уже два года находится в запустении. У здания начали разрушаться стены. Сколько денег удалось найти на ремонт и что еще в планах у местных властей, расскажет Николай Цып. Бассейн 13 школы это первая точка визита Игоря Скубенко в ходе рабочей поездки. Внимание особое, ведь два года этот бассейн стоял без дела. Из-за стен пошло обрушение. Это уже стало опасно для детей. А в бассейне мы очень нуждаемся. У нас же вся начальная школа ходила. Более 500 человек. Как доложил подрядчик, демонтаж полностью завершат к следующей неделе. После приступят к обновлению инженерных сетей. Также потребуется укрепление одной из стен. Здесь было утепление сделано, может быть, не очень правильно. Потому что здесь была очень большая влажность была, стояла, когда сняли обшивку. Обследование стены уже завершено. В план добавлены работы по восстановлению кирпичной кладки. Это будет заактировано, соответственно, включено в дополнительные работы. Дополнительный договор будет заключен. И выделены на это средства. Они у нас сегодня пока в рамках всего вот этого, они есть. Там более 17 миллионов рублей. Пока эти расходы потребуются дополнительно. Будем смотреть, где у нас будет экономия. Неделю как должны приступить к рыцам, но пока не приступили. Еще один важный объект – северный квантуриум. Здесь идет реконструкция здания под ультрасовременное учреждение дополнительного образования. Отставание от графика из-за вопроса с высотой крылец. Есть загвоздка и с отделкой здания по единому дизайн-проекту для подобных квантуриумов по всей стране. Возможно, эта марка плитки уже в данный момент цвета производства требует корректировки и так далее. И это все европейские производители, которых поставка может доходить от двух недель до полутора-двух месяцев. Контроль за работами постоянно отмечают в администрации, поэтому к новому учебному году единственный в области квантуриум федерального уровня будет готов. В других субъектах Российской Федерации такие объекты строятся в столицах. У нас мы сделали все для того, чтобы такой объект технического творчества, инновационный объект для наших ребят, который рассчитан как раз на раннюю профориентацию, ориентирован на наше взаимодействие с градообразующими предприятиями. Николай Цып, Юлия Куницкас, Регион 29.